Утро на Болткоме Доброе утро всем, кто к нам сейчас подключился. И напоминаем, что программа «Утро на Болткоме» в эфире. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. И снова всем доброе утро. Да, и сейчас мы продолжаем очень важную тему, такую наболевшую тему – это школа на удалёнке. И поэтому у нас сегодня, сейчас на связи глава частной школы «Максима» Ольга Михайловна Исакова. Доброе утро, Ольга Михайловна. Вы слышите нас? Доброе утро. Доброе утро. Более доброе утро. Да, слышу. Более доброе утро, Лита, доброе утро. Рада видеть вас. И мы вас очень рады видеть. Сразу поздравляем вашу школу просто с недавним днём рождения, который был в феврале. 28 лет, по-моему, вам исполнилось. Да? Да, слышу, наверное, 28 лет в частной гимназии «Максима». В частной гимназии «Максима». Было очень много поздравлений, и мы присоединяемся ко всем поздравлениям. А сегодня мы попросим вас прокомментировать события, которые происходят у нас в сегодняшней жизни и волнуют, наверное, большую часть наших радиослушателей. Это точно. То есть в нашей реальности вот школьная жизнь, она как-то очень сильно изменилась. И все надеялись, что всё-таки очное обучение каким-то образом восстановится, но, по всей видимости, нет. Последние сведения такие, что до конца года будет продлена удалёнка. Скажите, как ваши педагоги, как ваши ученики и как родители учеников восприняли эту ситуацию, эти новости? И, в принципе, отношения коллег. Да, хорошо. Я хочу сказать, что, во-первых, спасибо за возможность высказаться по этой ситуации, потому что очень много разных мыслей приходит, и отзывов, и реакций, и эмоциональных, и практических. И вот эта возможность для меня немножко систематизировать, что ли, свой собственный взгляд на это. И не только, наверное, мой, но и очень многих педагогов, которые работают в системе образования ЛАТСКИ. Но надо сказать, прежде всего я прошла несколько этапов таких, эмоциональных и практических, вот в условиях удалёнки школа. Вы знаете, на сегодняшний день образ такой виртуальной школы, которая где-то над моей головой, и я её как-то держу, и вот я что-то с этим делаю, как-то пытаюсь управлять этой ситуацией. Она не находится ни в каком здании, она не здесь на уровне протянутой руки. Это как-то всё облачное такое пространство виртуальной моей школы, которая была совершенно 28... У нас немножечко помехи. Поэтому это такая очень эмоциональная... Вы знаете, чтобы не было помех, может быть, вы зафиксируетесь и не двигаться, потому что мы вас видим, и по отношению к микрофону зафиксироваться. Вот так хорошо? Да, хорошо. Да, да, да. Звук нормальный. Ну так вот, да, так вот такая ситуация, при которой на сегодняшний день я могу констатировать, что мы все находимся в длительном педагогическом, социально-педагогическом эксперименте, вызванном от пандемии. И эта длительность, 13 марта уже будет год, но уже позволяет делать какие-то определённые выводы, уже какие-то определённые свои позиции, можно говорить о ней уже сегодня. Более того, мы все находимся не просто в педагогическом, в социально-педагогическом эксперименте, а я имею в виду, прежде всего, родителей, которые тоже включены в этот процесс, учителя, которые участники этого процесса, это ученики, это государственные органы, несомненно. Я бы отдельно выдвинула управленцев, которые вот с этой ситуацией работают на местах. То есть бабушки, дедушки, вот все как бы задействованы. Но мы ещё и, так называемый, знаете, есть такой метод педагогического наблюдения, так мы ещё находимся в ситуации непосредственного, включённого педагогического наблюдения все вместе. Как бы работаем внутри эксперимента, его, может быть, осмысляя, делая разные шаги. И вот это вот, я бы хотела вот именно с этих позиций посмотреть сегодня на эту ситуацию. И более того, этот эксперимент открытый. Все в открытой позиции. Государство, которое вынуждено или должно, я уже не знаю, как им удобно, выполнять свои задачи. Управленцы, учителя из профессии личной, номинально, они стали формально, они стали профессией публичной, просто они вошли через экраны в каждую семью, при интересном, такое наблюдательное наблюдение такое, да. Дети, которые, в общем-то, поменяли свой собственный статус, рядом нет, университет, что-то там. То есть очень многие такие вещи. Вот эти вот особенности, которые сегодня есть, практически не так всё ровно, как бы хотелось, может быть, в управлению нашим государственным органом. Поэтому каждый, выполняя свои собственные задачи, показывает нам какие-то свои слабые стороны, что-то проявляется то, что вообще даже на каких-то во всей этой ситуации, как очень часто бывает, в общем-то, везде, да, можно просто говорить о соответствии, компетентности этой ситуации, чрезвычайной, кризисной ситуации, знаете, есть кризисные менеджеры, тем полномочиям, которым нам всем даны. Полномочия родительские, полномочия учительские, полномочия управленца, полномочия министра. Если говорить об этом, то, конечно, не могу не ставить свои 9 копеек, сказать о том, что нами министерство совсем не занимается, наверное, объективно сказать так нельзя. Но то, что оно подчас выступает в обществе таких законотворческих фантазий, которые реально не выполнены в реалиях школы, то это да. Ну, два примера. Ну, первый, вот совершенно я не буду уже брать то, что было год назад или полгода назад, но хотя бы два примера. Первый, это объявленные консультации для детей, которые так или иначе используют трудности, или испытывают трудности в психологически при удаленном обучении. Но, знаете, я знаю, что хорошо в частной школе. 10 человек, 15 человек в классе, это все-таки то, что можно, тех, кто его можно действительно проконсультировать при достаточном ресурсе педагогов в школе. А 300 человек, а 400, а 500. Ну, я знаю уже, такие у меня есть сведения, что выстраиваются очереди на консультацию. А что такое консультация? Консультация – это скорая помощь. И если скорая помощь не приехала вовремя, то зачем она нужна, это скорая помощь? Вот у меня такое есть, в общем-то, понимание. Или вот ситуация с диагностирующими работами для третьего класса. Знаете, ну, давайте это по-другому назовем, потому что массовая школа не может обеспечить приход ребенка в классе один на один. А значит, это уже не диагностика, потому что рядом сидят папа, мама и бабушка, которые вместе с ребенком выполняют диагностирующую работу. Ну, давайте назовем это по-другому. Хотите проверить качество? Давайте проверим. Для кого нужна такая диагностика? Да, поэтому, опять же, частной школе хорошо, я просто радуюсь сама себе. Мы смогли сделать очный вариант диагностирующей работы, да? Потому что это нужно для нас, для детей. Мы должны понимать, что мы с этим делаем. Ну, недаром же все говорят о том, что в конце прошлого учебного года резко повысилась успеваемость. Мы понимаем, за счет чего она повысит? За счет ресурса. Ольга Михайловна, пропадает немножко звук, вот можно прямо перед микрофоном, да, вот чтобы... Да поэтому, конечно, вот эти вот... Ольга Михайловна, говорите, пожалуйста, направленно в микрофон. Что такое? У нас немножко со звуком проблема. Конечно, очень тревожит вот такое... Такое может быть... Где бы он есть, этот микрофон? Ну, так хорошо? Да, нормально. Да, просто голову не крутить, а пытаться говорить направленно в микрофон, иначе уплывает. Понятно, я поняла. Я поняла. Хорошо. Так вот, я считаю совершенно безответственным. Понимаю, что в четверг у тебя еще заседание министров, кабинета министров, которые наконец решили, выходить детям в понедельник в школу или не входить. А во вторник это уже объявить по всему свету. Что делать? Они ей вести. Она начинает суетиться. Причем какой ресурс привлекает для этого? Опять же, хорошо, частные школы. Все там в уменьшенном размере. А что делать в массовой школе, где тысяча? Ну, это же безответственно просто завести людей будильником, сказать, вставайте, потом сказали, вы знаете, вам еще можно поспать. Ну, так выражаясь феврально. Поэтому вот такие промахи, они ее как-то очень ранят. Потому что в класс-то виртуальный входим мы все, каждый сам. И поэтому такие, в общем-то, промахи, они как-то немножечко... Компетентность нашего министерства образования в этом смысле как-то проявляется не очень. Ольга Михайловна, а как вам идея, высказанная министром Шуплинской, о том, что можно организовывать по 20 человек детей на занятия на улице? Ну, это тоже та же фантазия. Это фантазия. Понимаете? Это совершеннейшие фантазии. Поэтому какой ресурс... Ну, допустим, дабы Зенебус можно организовать, весна идет. Ну, какой ресурс для этого нужно привлечь? Да потом, вы знаете, отношение к тому, что происходит в стране, с нами, со всеми. У всех очень разные семьи. Есть семьи, которые категорически отказываются посещать школу в этот период времени. Есть семьи, которые готовы завтра побежать в школу. То есть совершенно разные точки зрения. И вот в этой ситуации высказывать такие идеи, которые реально практически в оперативном порядке неосуществимы, ну, это как-то вот... То же самое я хотела сказать об экзаменах. Вы знаете, я, конечно, понимаю, но с октября месяца наши дети на удаленке. И они очень разные. На примере детей, ну, хотя бы 12 класса, можно показать, как вообще видится сегодняшний ученик. Есть дети, которые приобрели к этому времени уже достаточную, достаточную самоорганизованность, мотивацию, и профессионально уже понимают, что они будут. Они работают, и удаленка для них, надо сказать, в какой-то мере. Даже и очень благо большое. Поддерживающая роль учителя организованно выполняет свою задачу. Но есть дети, которые вообще без этой поддержки не могут. Причём без очной поддержки. И таких достаточно много. Идут психологические срывы. Тревожность возникает излишняя, которая, в общем-то, может быть даже не обоснована. Но вот это облако, которое я нарисовала изначально, школьное, оно ведь облако и для детей, они тоже как будто бы не стоят прочь на ногах. Ну да, безусловно. Вы знаете, конечно, легче управлять директором. Легче управлять директором. Сказать, будет экзамен. И всё тут. Чем договориться с вузами, чтобы они изменили правила приёма. Вы знаете, ведь во многих странах, ведь наши дети, которые собираются учиться за границей, ведь они уже приняты в некоторые вузы. Некоторые вузы уже по результатам первого семестра собеседования и СИВИ учащихся, его, скажем так, папки всяких достижений, они уже организовали просмотр документов и приняли этих учащихся. То есть всё непредсказуемо вообще в нашей жизни происходит. Да, ведь экзамены для них уже как бы не столь важны. Им только нужно подтвердить окончание школы. Есть практики в западноевропейских странах, где на первый курс вуза принимаются все желающие. Потому что чего греха таить? Давайте спросим у нашего политехнического университета, сколько детей отсеивается после первого и второго семестра за отсутствием должной мотивации самоорганизации. Так наоборот, это возможность дать детям, всем, кто хочет учиться, попробовать свои силы. И долой вот эти все ограничения. Пусть будет аттестат, пусть он будет такой, как будет, пусть будет желание выбыла ребёнка. Всё-таки мы живём в чрезвычайной ситуации? Или она только чрезвычайная для политиков, которые находятся за пределами парламента и за пределами даже иногда нашей жизни? Или она всё-таки для всех и для детей тоже? Она же всё-таки чрезвычайная. Почему содержание должно остаться тем же? Вообще во многих вещах, связанных с улицей, природой и так далее. Тема творческой работы – как ваша семья охраняет природу. Опыт старшеклассника – это опыт вчерашнего, позавчерашнего, но недельного дня. Это не опыт 12-классника социальный, который рефлексирует свои 10-5 лет жизни. Это опыт, рефлексирующий вот вчера и позавчера. Как ребёнок справится с таким заданием? Или это задание... Вот такие вот вещи, они как бы... Поэтому если с точки зрения педагога говорить, то педагог, который нацелен на качественный результат, первое, который работает... Опять немножко со звуком проблема умерла. Гуманистичный, да, на истощён на сегодняшней коллекции. Ведь ещё... Так, хорошо? Да. Так, хорошо? Алё? Да, да, да. Главное... А ведь ещё нужно... Голову не поворачивать. Я, вы знаете, очень... Эмоционально. ...эмоциональная женщина. Поэтому с головой у меня плохо видно. Спасибо. Так вот, надо ещё держать педагогический коллектив как коллектив по своим квартирам. Надо держать ещё учеников как коллектив класса, школы, которые сидят по своим квартирам. Учитель сегодня работает в нескольких плоскостях. Он работает онлайн, он работает то, что называется удалённо, когда даётся задание и проверяются, как в таком количестве, то, что раньше делали в школе, и более качественно. Да? И он работает ещё, приходя очно, работает в школу. Он работает в трёх плоскостях. Даже в дальнейшем, как бы, вот обратно прийти в свою школу и начинать работать. Правда? Те слёзы о том, что дайте нам привычный ритм. Мы устали. Ольга Михайловна... То есть вы понимаете, в чём дело? Вот если опять посмотреть на эту ситуацию... Да? У нас уже время подошло, к сожалению, к концу. Мы поняли, насколько... Вот как бы догадывались, что это огромная и очень болезненная проблема. И действительно, вот так вот вы точки такие болезненные эти наметили. Мы вас благодарим и, наверное, продолжим давайте эту тему. То есть это вообще такое большое обсуждение можно сделать с привлечением самых разных людей. Потому что действительно ситуация не очень радужная. Да, более чем. Да, и... Ну, я хочу пожелать... Да. Именно осмыслить с точки зрения педагога вот эту ситуацию. Мы вас пригласим обязательно ещё раз. Спасибо вам большое. Я желаю всем выдержки и здоровья. И вам тоже мы желаем и благодарим за сегодняшний рассказ. С нами была... Ольга Михайловна Исакова, глава, руководитель частной гимназии «Максима». Очень известный в мире. Педагог с огромным стажем и авторитетом. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. Оставайтесь с нами. И напомним вам, что сегодня в полдень на Болткоме, в 12 часов, в эфире очень интересный гость, российская телеведущая Арина Шарапова. О чём говорят женщины, женский день, женская тема. Обязательно подключайтесь и слушайте нас. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok